О тишине. О тишине. О тишине. О тишине. О тишине. Итак, когда я был с тобой медитацией, мне кажется, что у меня было очень спокойно. Я думал, что я в тишине. И я думал, что я в тишине. Ты можешь быть в тишине, но можешь и думать, и разговаривать при этом. Еще скажешь мне? В тишине. В тишине. В тишине. И думать, и говорить на время. Я не понимаю. Итак, мне кажется, что сейчас… – не знаменитая пабула – что тишина как в тишине. Так что ты сидишь в тишине. Нет. Тишина как в тишине. Нет, тишина, как в присутствии. Кажется, что ты можешь быть в тишине, присутствия, присутствуя, и в это же время разговаривать. Да. Когда вы идёте в присутствие, когда вы полностью присутствуете, действительно, когда вы не уходите в тишину навсегда, вы идёте за пределы ума. Вот это истинная тишина. И после этого, в настоящей тишине, даже если ты говоришь весь день, ты можешь делать всё, что угодно. Любая деятельность, работа, говорить с очень многими людьми, или тишина никогда не заканчивается. Но для ищущего, медитатора, поскольку они слишком много говорят внутри себя. Даже когда ты говоришь с кем-то, необходимо тишина. Нужно, чтобы ум замолчал. Но может случиться так, что когда вы в настоящем присутствуете, вы можете также и говорить. Вы можете чувствовать своё дыхание, вы можете чувствовать ваши эмоции, ваши мысли можете ощущать, делать своё всё вместе, и присутствие при этом, и тишина. То, что когда ты погружаешься в тишину, там будет всё, ты будешь делать всё. Но ты будешь и в тишине, и в присутствии. Внутри полностью в тишине. Очень центрированно, очень близко к центру. Когда ты очень глубоко идёшь, ты можешь видеть и тело, и эмоции, и ум, и дыхание. Всё вместе, целиком. Все центры ты можешь видеть вместе одновременно. И ты далеко от этого. Ты от этого отделен. Тот в тишине, кто знает, кто знает всё это. Тот, кто знает, что у меня есть мысли, у меня есть эмоции негативные, позитивные. Тот, кто знает, что я наблюдаю за дыханием, я наблюдаю за телом. Всё вот это на поверхности, но присутствие, оно всегда отделено, далеко от этого. Присутствие никогда не меняется. Настоящее никто не меняется. Но все вот эти уровни тела, ум, эмоции меняются. Иногда только вы видите мысли, одни мысли. Иногда вы эмоции погружаетесь. Иногда очень расслаблены и больше с собой находитесь на подозрительной храме. Но тот, кто знает, что существуют все эти три уровня, вот тот и есть присутствие тишина. Присутствие оно знает всё. Когда вы полностью присутствуете, отделены, далеко находится с твоего тела, ума, эмоций, и увидите их вместе целиком. Вы увидите, как мысли происходят, эмоции, как любовь протекает, и тишина в это время. А вы изобразили на это. Вы просто смотрите на это всё. И чем больше вы приходите в настоящее, вы будете видеть всё это вместе целиком. Но только когда мы погружаемся в мысли, в ум, в тело, мы становимся телом. Мы забываем. Мы становимся мыслями, которые у нас в голове. В другом случае тишина постоянно находится с вами. Хорошо, вот как мы говорим, мы должны быть в тишине, не садимся, сидим в тишине. Иногда кто-то делает ретрит, ретрит, одну неделю в тишине, два месяца в тишине, чтобы наблюдать весь этот ум. И так потихоньку, потихоньку вы приближаетесь к истинной тишине. И когда вы очень центрированы, то ваши мысли могут приходить, но они не влияют на вас. плохие мысли, хорошие мысли, правильные, неправильные, радостные, печальные, вы отдельно от них, у вас расстояние между ними, потому что ваше присутствие, оно отделено от этого всего, вы не под влиянием. Но чтобы достичь этой тишины, нужно пройти все вот это путешествие, духовное путешествие, оно для этого и есть, чтобы достичь этой тишины. И чем больше ты будешь настоящим, ты сможешь видеть, что есть и присутствие, и ты делаешь все, что только разговариваешь, смотришь, работаешь, твое пространство, твое присутствие, оно сохраняется при этом. Когда у тебя это есть, это очень хорошо. И поэтому я говорю людям, если вы делаете медитацию, вчера вот я говорил, утром делаете медитацию один-два часа вечером, этого не достаточно. пока ваше пространство, ваше присутствие не проникнет во всю вашу работу, в вашу ежедневную жизнь. Во все. И медитация это не так, что вы один час помедитировали утром и один час вечером и говорите, все в порядке, я все сделала, помедитировала, моя работа закончена, галочку поставили. Нет. Медитация это быть тотально в этом, постоянно оставаться в осознанности, присутствие. Вы должны помнить вот эту единственную вещь, хранить вот это присутствие. Что бы вы не делали, все это на поверхности. И чем больше будете находиться в центре, вы должны делать. Вы должны работать, вы должны говорить, вы должны смотреть, вы должны слушать, слушать, много вещей всяких делать, чтобы вы все делали. Вы должны делать также, как и ваш space будет сильнее, вы должны делать те же вещи. во внешней жизни. Ничего не будет приняться во вне. Вы также будете кушать, также работать, также разговаривать, также движения. Но внутри вы будете в присутствии. Вы всегда будете исходить из центра. И вы будете знать, что это все в периферии. И вы знаете, что периферия переменчива. Иногда мысли, иногда тишина. Не истинная тишина, а тишина ума. Иногда он очень тихий, а вы говорите, ой, я в тишине. Но это не настоящая тишина. Тишина это когда вы идете за пределы дыхания. Вот до этой черты все мирское. А с другой стороны дыхания, с другой стороны черты дыхания, там сознание. Когда вы идете за ту сторону дыхания, что бы вы ни делали, не имеет значения. Вы работаете 14 часов, разговариваете со сотней людей. Ваша тишина не будет нарушена. Но пока вы не достигли той точки, иногда происходит так, что вы подходите к центру, чувствуете тишину. Больше с собой, ум тихий, его меньше и меньше. Вы должны что-то делать все равно в миру. с помощью медитации. С помощью медитации вы должны сохранять также эту тишину. И чем глубже вы идете, тем больше дистанции между вами и умом, мыслями. И вы можете разговаривать, делать все, что хотите. Все в порядке. Чем глубже вы будете погружаться в себя, на периферии будет все происходить. То, что вы будете делать. Я не говорю, что медитация это то, что вы должны сидеть целый день, ничего не делать. 24 часа. У вас есть, вы 15 часов должны сидеть? Нет. Медитация, да, хорошо. Один-два часа посидел каждый день. Больше с собой находишься. И тогда продолжай дальше делать свои обычные вещи, чтобы тебе не нужно было делать. Какую-то работу, какую-то... Очень много дел, обычных в повседневной жизни. Но оставайся в этом пространстве. Будь внимательным. Будь бдительным. И чем больше ты будешь осознанным в повседневной жизни, автоматически твое присутствие будет усиливаться. У вас будут две части. Одна – периферия, а другая – центр. Если из центра ты исходишь, делаешь свои обычные дела, значит, тебя они никакого влияния не оказывают. Да, и тебе нужно делать какие-то вещи, вовсе, общаться, взаимодействовать с разными людьми. Конечно, обязан даже это делать. Общение какое-то должно быть, спорить даже с ними. И если ты больше центрирован, ты будешь думать, видеть, что все это происходит где-то, кто-то это делает, я в это не включен. мы полностью включены в это, потому что мы потеряли свой центр. И мы стали этими. Мы стали вот такими. Ты поговорил с кем-то и становишься таким никакой. В основном, во время разговора, происходит бессознательно. Потому что, когда мы с кем-то разговариваем, две вещи происходят. Или, чтобы он был впечатлен мной, или, чтобы я был впечатлен. Он должен понять, что я хороший, я правильный, я замечательный, я идеальный. И когда вы так думаете, или вы сами становитесь впечатленными к кем-то, вдруг ты попадаешь на поверхность, на поверхность, на периферию. Ты теряешь свой центр. Но если ты в своем пространстве остаешься, что бы ты ни говорил, какой бы разговор ни происходил, что происходит, что идет, то идет. И ты не думаешь о том, что он думает обо мне. Он впечатлен на меня или нет. На этом ты не концентрируешь внимание. Просто все, что внутри у тебя хочется сказать, то и выходит из тебя. Ты чувствуешь плохо? Хорошо. Чувствуешь хорошо? Окей. Что бы мне не хотелось сказать, я говорю. Если будешь я разговаривать вот так, никакой проблемы не будет. Но на самом деле никто так не делает. Кого-то вы встречаете, вы понимаете вдруг, он что-то из себя представляет. Мы хотим, чтобы кто-то появляется напротив вас, и вы хотите его впечатлить. Он должен понять, что я вот такой вот замечательный. И вот это заканчивает ваше пространство. Вдруг вы утекаете из своего пространства, соскальзываете оттуда. Вы не здесь, вы там. Вы не в центре, а на передней. Вы потеряли вот этот центр. Идете туда, вовне. Неосознанность происходит в основном вот таким образом, когда люди разговаривают. Когда я говорю поэтому, меньше говорите, и побольше будьте с собой. Во-первых, наблюдайте свой ум, мысли, ваши слова. Будьте в своем центре. И когда вы приходите в центр, чем больше вы приходите туда. Если вы будете неосознаны, вы увидите, как вы теряете вот это пространство, свой центр очень быстро. Вы идете в социум, например, в офис. Что-то вам нужно сделать. Босс зовет вас, говорит, иди сюда спрашивай что-то у вас. А вы должны... Вы вдруг меняетесь. Очень бедные не становитесь, даже если внутри вы кипите. Внутри вы очень бедные. А мне показываете, что да, все в порядке. И тогда в тот момент вы теряете это. Потому что вы знаете, что если вы не будете так себя вести, босс рассердится, он вас выкинет. Выкинет из офиса, уволит с работы. И поэтому все лицемерят. Они живут на периферии. Поэтому нет пространства ни в кого. И вот эта лицемерие будет происходить до того момента, пока вы не вернетесь к себе. Пока вы не познаете себя. Пока вы полностью не вернетесь к себе. Когда вы познаете себя, тогда вы не будете никем впечатлены. И у вас пропадет желание кого-то впечатлять. Если вы хорошо чувствуете себя, то хорошо. Кто-то чувствует себя плохо. Ну ладно, но это твое дело, не мое. Что ты чувствуешь обо мне, что ты думаешь обо мне. Это твое, не мое. Вот эта игра, когда мы показываем друг другу. Я очень любящий, я хороший, позитивный. Очень истинный. Так вот. Вы вдруг сидите очень простым. И кто-то приходит. Вдруг, ваш язык начинает. А когда вы были одни, вы были очень простые. А когда кто-то появляется, так вы меняетесь резко. Вы показываете. Да, вот, смотри. Как, чего ты вообще. Потому что вы хотите, чтобы он сказал, что я хороший. Чтобы он впечатлился со мной. И вот все делают вид, что все в порядке на поверхности. А внутренне никто не проникает. И когда вы. Если вы попадете внутрь себя, в пространство, в центр. Вам не будет дела до своей периферии. Потому что там всегда происходит что-то. Иногда высокие, низкие, плохое, хорошее. Что-то происходит. Вверх и вниз кидает всегда. Но тот, кто знает свой центр. Центр – это тишина. И чем больше ты в центр приходишь, ты будешь делать свои работы, свои дела, и не будешь быть под влиянием периферии. Когда ты будешь очень сильно в центре, ты будешь идти в офисе, в офисе работать 12 часов. Возвращаться с работы, как будто ты ничего не делал. Идешь на базар 3 часа, ты покупаешь, покупки какие-то делаешь, туда-сюда. Возвращаешься, вообще не устал. Только ты ничего не делал. Я все еще здесь нахожусь, чтобы ты никуда не ходил. Вы чувствуете, что всегда здесь нахожусь. Вы всегда здесь нахожусь. И не важно, что во вне происходит. Ничто не влияет. Ничто не влияет. Внешне не влияет. Возвращаетесь в комнату, садитесь на диван, расслабляйтесь. Да нет, ничего такого не делал. Ничего не влияет. Ничего не происходит. Ничего не случилось. Так что это правильно. Когда ты в тишине, больше в приступе, что бы ты ни делал, ничто тебя не побеспокоит, не потрясет. Да, вот так происходит. Заботься о своем центре больше. Иди больше в тишину, внутрь. И что бы ни происходило. Я говорю, что... Я не говорю, что вам не нужно делать свои повседневные дела. Нет, делайте, делайте. Утром душ, завтрак, приготовление завтрака. Много вещей нужно сделать. Кто-то идет погулять. Туда, сюда, в доме, может быть, что-то сделать. Да, делайте, конечно. Но будьте в настоящем. Будьте в присутствии. И медитация означает, что вы должны быть в присутствии в настоящем и продолжать делать дела. Вот это медитация. Медитация... Я вчера вот говорил, одно слово нужно понять. Будьте в настоящем. Присутствуйте. Нет никакого... Это не значит, что вы находитесь в настоящем, когда вы ничего не ведете. Это не то, что вы сидите в тишине или медитируете. Вот тогда вы присутствуете. Нет. Да, в этом вы учитесь, как быть присутствием. Как быть присутствием. Медитация учит вас. Вот этот час вы проводите, чтобы научиться, как быть в присутствии. Там вы в медитации научились. И переносите это в обычную жизнь повседневную. И используете это. И медитацией может быть все совершенно. Разговор. В присутствии. Работа. Пробуга. 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 Но в присутствии ничто не окажет никакого естественности. Я не должен полностью погружаться в периферию и терять свой центр. Вот это помните. Когда вы что-то делаете, вам нужно это делать. Нет человека в мире, которому ничего не нужно делать. Кто-то должен делать. И будь в своем присутствии. И будь в своем присутствии. И делай. И тогда ты все время будешь в медитации, в присутствии. И это присутствие будет усиливаться тогда. Если будь в присутствии, в каждый момент присутствие будет более солидное. Оно будет крепнуть. Усиливаться. И в один день. В один день случится так, что ничто не сможет прервать твою тишину, твое пространство. Если ты будешь общаться с миллионом, тысячами людей, быть с ними, общаться с ними. Но твое пространство, твое присутствие никак не будет поколеблено. Что? Что? Вам нужно позаботиться о этом пространстве, о присутствии. Вам нужно научиться это. Научиться в медитации и быть в этом жизни. В основном происходит тогда. Когда вы медитируете, вы ничего, конечно же, не делаете. Вы больше фокусируете на присутствии. А когда вы в обычной жизни, вы сфокусируете на обычных делах. Поэтому фокус вашего внимания скачет, и вы не можете это принести в большую жизнь. Поэтому я говорю, одну-две техники в день вы должны делать, когда вы ничего не делаете кроме наблюдения, кроме присутствия. Только присутствие. И тогда это присутствие используете в обычной жизни, в работе. И тогда медитация будет происходить очень быстро, очень сильно. Но в основном, либо вы медитируете, либо вы живете обычной жизнью. В медитации вы говорите, хорошо, я не хочу ничего делать, я сяду и буду присутствовать. А в обычной жизни вы что-то делаете и говорите, вот я сейчас должен вот это делать, а медитировать. Но когда вы не в медитации, в обычной жизни, вы неосознаны. Поэтому ничего с вами не происходит. Вам нужно держать медитацию постоянно. Наблюдение – это означает постоянное наблюдение бесперерывное. И тогда оно будет укрепляться. Ваш свет будет очень сильным тогда. Но все вы должны делать с этим в присутствии. Вы должны наслаждаться. Что бы ни происходило – неважно. Большую работу, маленькую работу. Высокую, низкую, простую. Сложку – не важно. Работа не имеет значения. Еще и не имеет, как вы ее делаете. Вы можете быть менеджером большой компании. Или вы просто убираете туалет и моете чисто. Не имеет значения для вас. Если вы моете туалет и осознанно, эта работа будет гораздо больше значимости, чем менеджер большой компании. Вы работаете большой компанией. Очень много людей с вами здоровы и вежливы, а вы не чувствуете никакой радости. И медитация учит вас, как вам больше и больше быть в этом. Есть выactа. Продолжение следует...